всем привет привет сегодня мы с вами будем смотреть расклад про переезд расклад будет на одну позицию будет актуален для тех кто думает о переезде либо на будущее как-то на перспективу либо данный момент важно вот поэтому все что связано с переездом мне кажется это для вас будет актуально у нас будет в раскладе 7 вопросов поэтому расклад будет на одну позицию так работать мы будем на классике последнее время мне все больше больше нравится работать на ней да то есть но возвращаюсь как говорится к истокам и так конечно же хочу поблагодарить до в самом начале новых подписчиков потому что в последнее время вас стало больше хочу сказать лишь такой момент в принципе если вы подписались значит вам нравится тематика тех раскладов которые я делаю но я хочу заранее предупредить что мой канал он делает больше акцент на психологию и на философию почему я они настолько знаете как то вот больше на традиционное чтение таро почему я говорю об этом потому что к некоторым раскладам к двум я помню до до тех пор пока я не забанила девушку она считала нужно в комментариях писать свою собственную трактовку что вот можно читать намного проще и все такое для меня это неприемлемо я неоднократно говорила что я не принимаю никакую критику мне абсолютно все равно кто и что думает на этот счет в моем понимании до любая критика какая бы она ни была конструктивно не конструктивная она идет исходя из субъективного восприятия каждого человека поскольку люди не умеют общаться объективно опираясь на факты а единственное что могут это через призму своего опыта и суждений сравнивать свои знания свое восприятие мира с восприятием мира другого человека получается некая такая критика вот такую критику я не приемлю но при этом я приемлю в комментариях когда человек адекватно опираясь на факты начинает высказывать свою точку зрения то есть может написать что а у меня вот такое мнение и исходя из моего мнения которое опирается вот на это на это то есть я читала вот такие книги я дело вот такие практики я там не знаю ко мне пришел вот такой инсайт либо еще что-то опираясь на это я вижу это вот так когда человек начинает не навязывать свою точку зрения ясное дело что я начинаю реагировать и я реагирую всегда в негативном ключе а поскольку в силу своего воспитания я не буду вступать ни в какие дебаты я не буду не вступать не в какие там я не знаю они в какую полемику потому что письменном виде я не считаю нужным такое делать вы попадаете сразу в бан эта информация в принципе для новых подписчиков может быть кому-то это не понравится может быть все кто-то даже и отпишется но мне нравится все время на берегу обговаривать свою позицию чтобы человек для себя дело осознанный выбор может он со мной взаимодействовать либо не может если может окей прекрасно не может его право выбрать альтернативный путь поэтому любая критика не только в мой адрес а вообще в любой вдруг неважно в чей адрес она по сути очень сильно опустошает человека да и она не может быть полезной то есть если мы хотим что-то сказать другому человеку опять же таки как я всегда говорю на этом канале задумайтесь для чего вы говорите если вы хотите помочь человеку увидеть что-то так помогайте не через критику а через возможность увидеть то есть находите правильные верные слова без осуждения без сравнений без перехода на личности без возвышения на другим человеком учимся общаться адекватно не забывая о том что весь мир который нас окружает он субъективный то есть все что видят каждый из нас это субъективная позиция именно по этой причине она является иллюзорной то есть реальность она одна и реальность это факты любая интерпретация фактов это субъективное восприятие и она является иллюзорным почему я это говорю потому что на канале на котором я транслирую философию транслирую психологию на мой взгляд неприемлемо быть людям с уровнем развития которые не могут воспринять ту информацию которую я передаю то есть если притянулись все же это показатель того что примерно у нас с вами есть резонанс и примерно мы с вами можем понимать друг друга если мы не понимаем значит у нас нету этого желания то есть если человек не готов воспринять эту информацию которую я ему передаю значит ему не место просто на моем канале насколько бы это сейчас категорично и жестко не звучало мне кажется что не знаю после пяти лет существования моего канала у меня есть право выбирать для кого я хочу транслировать информацию кому я хочу вкладывать те знания которые я передаю и и начиналось это все с того что человек в комментариях не только под одним роликом это был не один ролик это был два до тех пор пока я не забанила человека потому что человек не понимал что нельзя ходить к врачу и говорить что диагноз врача неправильный можно проще определить заболевание нельзя пойти к стоматологу и сказать что знаешь дорогой ты неправильно мне удаляешь корень его нужно оставить и лечить зуб то есть это не совсем во первых корректно с другой стороны это и не этично указывать другому человеку как правильно читать карты для всех остальных для информации я просто скажу что карты таро на том уровне на котором нахожусь уже я после пятилетние практики 2 на каждодневной основе это не то что я раз два три в неделю взяла карты сделала расклад я каждый день практикуя каждый день работаю с раскладами пришла к такому пониманию и развития сама самой себя то есть это не просто я читаю книги а это я совершил делаю еще и опыт свой личный через практике через осознание через созидание через расширение своего собственного сознания через прочтение литературы очень сложный и достаточно специфичной я пришла к такому уровню когда карты таро помогают мне сонастроиться с информационным полем то есть не всегда я читаю буквально по ключевым словам карты это вот информация для тех новеньких которые не знакомы с моими раскладами и увидев один наркан начинает говорить о том что нет это не про это это вот про другому по другому это будет когда человек будет учиться в школе таро либо только на начальном этапе будет изучать таро используя ключевые слова я уже не использую ключевые слова для меня порой даже и не важно я не вижу арканов то есть когда я записываю расклады вот в таком формате руки карты я могу вытащить буквально два аркана дальше я закрываю глаза и считываю информацию и даже не смотрел на арканы поэтому а говорить мне как читать на моем канале таро не совсем корректно на мой взгляд поэтому человек отправился в банк чтобы с вами такое не случилось пожалуйста относиться уважительно если вы будете ко мне относиться уважительно то безусловно и я открою вам свою душу если я вижу что человек находится на порядок ниже меня и это не только касается меня а это и всех вас вы можете в своей собственной личной жизни это отследить то есть когда вы имея точку сборки на определенной чакре начинается взаимодействовать и общаться с людьми у которого точка сборки на уровень ниже вашей может быть даже на 2 то должна произойти некая такая компенсаторика ваша точка сборки она спускается то есть вы понижаете проще говоря свои вибрации а человек который находится на уровне ниже и он должен до вас где-то тянутся чтобы было вот это вот некая такая некая уравновешивание и что происходит человеку чтобы дотянуться до вас он начинает питаться вашей энергии а вы чтобы опуститься ощущая а то что вас вам пилят энергетически вы начинаете на это реагировать каким образом агрессии потому что только агрессия и негативные эмоции могут снизить точку сборки то есть заземлить ее ниже опустить до уровня того человека с которым вы общаетесь и это объяснение на энергетическом уровне почему когда кто-то нас обесценивает либо чем мы общаемся с человеком который ниже нашего энергетического уровня развития в том числе и ментального почему мы после такого общения ощущаем себя опустошенными потому что мы опускаемся энергетически мы это вынуждены сделать для того чтобы общаться с таким человеком и вот это вот реакция на то что нас вам перед энергетически она как раз и проявляете через негативные эмоции другой человек получив энергию от нас напитавшись потому что он ранее питался на более низких энергиях и пообщаясь с человеком более высокого уровня энергетического он получил свою дозу ему стало хорошо и он ушел а тот человек от которого он взял эту энергию тот кто был порядком выше чувствовать себя опустошенным это вот пояснение того что происходит с точки зрения энергетики без осуждения сейчас опираясь на факты факты которые вы можете найти в литературе по магии либо в любой литературе где описано то что такое точка сборки как она работает что такое энергетические уровни и как мы друг друга с друг с другом взаимодействием то есть эту литературу можно найти поэтому завершая так скажем свой монолог но иногда иногда бывает так что мне это необходимо сказать потому что если я не говорю я держу это все в себе меня это разрушает поэтому чтобы такого не было учимся адекватно общаться друг с другом хотя я знаю когда я принимаю такую позицию многие считают что я там я не знаю как-то обиделась либо не знаю негативно как-то себя проявляю либо еще что то нету никаких обид я просто объясняю положение дел и изначально для тех кто только что пришел и скорее всего после моего диалога отпишутся и это окей это нормально то есть идет естественный отбор на берегу обговариваю как со мной можно взаимодействовать и как нельзя то есть это выстраивание границ так ну а теперь мы не переходим непосредственно к самому раскладу и так первый вопрос почему мне хочется переехать мне кажется это самый такой важный интересный вопрос потому что он включает наше бессознательное помимо физического мира если есть какие-то объективные причины да есть еще на энергетическом уровне через наше бессознательное давайте посмотрим на двух уровнях значит на первом уровне почему мне хочется переехать в физическом мире да если какие-то предпосылки четверка же слов пятерка же слов аркан силы я по привычке озвучиваю арканы потому что в телеграм канале кто подписан знает я делаю там в аудио формате и чтобы было понятно озвучиваю аркан вот надо сейчас переключиться на то что вы все же смотрите а почему хочется переехать почему хочется переехать не знаю потому что здесь может быть а какая-то такая вынужденная позиция человека который хочет как-то улучшить свои может быть жилищные условия ну то есть переехать в район которым он будет чувствовать себя намного лучше то есть четверка жезлов и аркан силы говорит о необходимости энергетической какой-то подпитки да то есть вот то что мы называем места силы да куда ходит человек ему хорошо наполняется здесь такое ощущение что может быть в том месте где вы живете вам вам не нравится ну то есть не знаю как то вот энергия здесь неудовлетворение это не значит что вы хотите какое-то новое место да это не обязательно что-то был какой-то новый район либо новый город но вот здесь вот как-то как-то энергия она стабильная нету какого-то развития поэтому хочется что-то нового но при этом вот кто-то может здесь ощущать что возможно и на том месте где я живу сейчас да как-то физически себя не очень хорошо ощущаю да может быть кто-то хочет уйти от проживание в квартире да и как-то переехать в дом потому что у меня идет такой момент что у человека может быть какие-то проблемы например с ногами и очень тяжело подниматься по лестнице алифта не да если там на высокие этажи и было бы предпочтительно чтобы человек жил на земле то есть здесь почему-то идет такое желание на земле жить на земле так давайте еще посмотрим физически какие-то предпосылки ну вот перемены то есть человек хочет как-то вырваться из колеса фортуны здесь есть прям желание ведь и карты подтверждают то есть желание непосредственно связано с эмоциями то есть как-то хочется опять же таки может быть здесь еще и расширить свои жилищные условия да кто-то может быть живет в однокомнатной квартире и в двухкомнатной и ему не хватает то есть необходимо больше пространства не хватает смены какого-то вот эмоционального состояния хочется праздника хочется наполненность а вот такое ощущение что там где вы живете как-то не знаю может быть есть даже сырость и воздух он ну он не свежий хочется какая-то вот влажность присутствует может быть кто-то хочет переехать как раз ким возможно какие-нибудь проблемы да с дыхательными путями томас мы еще что такое вот необходим такой климат более горячие более теплые либо у человека есть вот потребность почему-то мне кажется что если люди старшего поколения либо у вас есть там родители то есть у этих людей какие-то вот проблемы с с опорно-двигательными системой с опорно-двигательной системы то есть но кости могут болеть до от влажности вот хочется либо врач порекомендовал что нужен такой сухой климат сухой климат да это либо значит эмоциональный какой-то фон либо в силу здоровье но однозначно хочется каких-то перемен улучшить качество жизни но не в контексте материи а в контексте эмоционального плана да и чтобы нас это удовлетворяло чтобы нас это радовало а какая подоплека психологическая психологическая десятка пендаклей тшеник и рыцарь жеслов а психологическая подоплека здесь может быть связаны как раз таки с ресурсами то есть вам кажется что в том месте в том городе в том районе где я живу у меня ничего не получается в контексте может быть финансов до либо каких-то ресурсов то есть вот я ощущаю себя ограниченным и вот вот эти вот ограничения на уровне бессознательного они воспринимаются как желание переезда да то есть я нахожусь вот как-то в каких-то рамках и мне не хватает энергии мне не хватает ресурсов возможно не хватает времени да но под ресурсами много чего подразумеваем и есть вот это вот потребность да как-то совершить какой-то прорыв но это опять-таки на уровне бессознательного это не значит что прорыв имеет отношение к переезду прорыв это в жизни наш прорыв то есть хочется как-то больше энергии хочется как-то раскрыть свой потенциал хочется больше взаимодействовать с миром как-то отдавать здесь такое ощущение что человек просто долгое время он находился в каких-то осознанных решениях и ограничениях самого себя то есть была некая так скажем аскеза и у на уровне бессознательного да и человеку вот такое чувство что стало холодно потому что он не ощущает развитие он не ощущает движение и вот здесь на уровне бессознательного есть желание как-то дальше развивать чтобы жизнь она двигалась то есть здесь нету ощущения какого-то движения и поэтому это на уровне неосознанном до воспринимается как желание выйти за рамки на уровне физическом желание переехать то есть вот эти вот рамки мои стены меня ограничивают и мне хочется переехать куда-то так следующий вопрос а принесет ли нужные мне изменения переезд то есть если вы переедете ну смотрите карты на самом деле достаточно сложный на пятерка мечей говорит о том что как-то с одной стороны есть такое чувство что как будто бы хотите прыгнуть выше головы с одной стороны семерка кубков нам указывает на некий такой выбор фантазии да но в этих фантазиях они больше опираются на состояние вот не случайно я сказала там десятка кубков нас выпадало что желание переезда это связано как-то с эмоциональным состоянием наполненности да то есть вот мне не хватает каких-то новых красок новых впечатлений если вы переедете здесь вас принципе переезд удовлетворяет не будет по какой причине потому что вы как будто бы внутри себя еще не полностью не определились что вы хотите то есть эмоции и потребность есть но эту потребность внутри вы ее не осознаете то есть вы не осознаете причину своей потребности почему я хочу переехать поэтому когда мы не знаем почему либо для чего мы хотим переехать то туда куда мы переедем и все равно берем с собой вот это вот не проясненное до лунное состояние и задача не решается поэтому изначально 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 здесь необходимо сделать выбор да то есть что я хочу получить на новом месте то есть какие изменения вам нужны потому что вот это вот чувство опять-таки до которые движет нами бессознательно что я хочу перемен но четко мы не понимаем каких перемен что именно мы хотим для чего нам это надо то здесь вот этого осознания нет и пятерка мечей нам указывает как раз таки на тот момент возможно что там где вы проживаете вас не удовлетворяет потому что идет некая такая претензиозно к миру к дому вот мне не нравится мне не нравится этот дом не не нравится там что не знает работа надо ехать далеко мне не нравятся мои соседи мне не нравится на том этаже где я живу то есть какие-то понимаете претензии но при этом человек не понимает а а что он хочет вместо этого то есть если бы рядом сидел демиург и спросил бы а что ты хочешь вместо того дома который ты хочешь сложно было бы вам описать но вы четко понимаете как бы вы хотели ощущать себя по состояниям вот в новом месте жительства есть какая-то вторичная выгода связанная с переездом для вас это вторичная выгода она связана с рыцарем мечом мечей то есть она связана непосредственно с движением и смотрите рыцарь мечей и пятерка мечей да здесь движение целеполагание вижу цель не вижу препятствия пятерка мечей нам тоже про это говорит то есть победа любой ценой велика вероятность что сейчас вашей жизни наступает такой либо наступил уже такое так когда вы чувствуете что где-то засиделись где-то нету вот этого развития которое мы говорили ранее и вы хотите себе доказать что я смогу что мне все горы и моря по колено почему потому что именно вот этот вот зов на движение а вот этот импульс он заставляет вас двигаться именно по этой причине вы не понимаете куда вы движетесь но вы четко знаете что вам нужно двигаться и и пятерка мечей я хочу победить любовь ценой я хочу получить да она уже указывает на некое такое ограничение того что не не всегда то что здесь вы хотите это искренне ваша возможно здесь могут проходить какие-то навязчивые мысли другого человека ну например допустим вашего мужа до вашего партнера ваших родителей то есть они как будто бы вам передают в свою вот эту вот энергию и влияние того что тебе нужно переехать да то есть нам нужно переехать это будет лучшее для нас здесь как будто бы а именно поэтому вы находитесь в состоянии неопределенности да то есть вам внушили в кавычках внушили что возможно надо переехать что возможно вот другом месте будет лучше и вы под этим влиянием другого человека до рассматриваете ситуацию переезда а вот вам на самом деле нужно переезжать давайте посмотрим вот вам лично нужно переезжать видите верховная жрица верховная жрица показывает на то что человек пока еще не 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 осознает то есть нет у него информации он еще не понимает нужно ему переезжать или нет и опять-таки император говорит об убежденности умение человека говорить убежденно по отношению к какому-то другому то есть передачи информации такое возможно ощущение ну правда не для всех это будет что все же вот какая-то навязанная эта идея не не совсем ваша потому что семерка смотрите весь этот ряд если посмотреть отшельник говорит о закрытости то есть человеке не готовым куда-то двигаться семерка кубков тоже также говорит о том что песочные замки да здесь и человеку не в состоянии выбрать почему потому что это не его выбор да то есть внутри он не чувствует какой-то отклик потому что когда нам что-то нравится мы не задумываемся мы берем это и делаем когда мы это действительно ну наша цель это когда действительно наше желание мы им горим и мы хотим это делать когда человек начинает задумываться делать или не делать мое или не мое это уже показатель того что что-то идет не так что это не настоящее не истинное желание человека верховный жрица нам говорит о том что информация о том что действительно хочет человек скрыта она пока неизвестно есть некая такая тайна почему информация скрыта потому что на самом деле человек сейчас проходит по пятерке педакли какой-то урок очень сложный пятерки всегда указывает на сложные уроки потому что это уроки они болезненные они идут по марсу по воинственной такой планете в данном случае пятерка педакли всегда у нас говорит о духовной нищете что значит духовная не считая либо одновременно это орган кризиса духовное нищим человеком может быть и богатый то есть вопрос не в материи а вопрос именно внутренней наполненности каждого человека и в данном случае мы бываем нищими только тогда когда у нас не расширяется наше сознание мы смотрим на мир через призму тех автоматизмов которые мы создали на протяжении всей своей жизни и у нас нету желания посмотреть на мир по-другому исходя из этого мы нищие то есть это вот как земля например да когда желаешь получить плоды получается так что один год ты сеешь она дает результаты второй год надо дать отдохнуть земле когда не отдаешь отдохнуть то в принципе на земле так же как все в принципе в мире работает на двух силах на 3 а когда мы отдаем и когда мы получаем до плюс и минус 2 противоположные на то есть один год дала урожай второй год она должна отдыхать но когда мы постоянно что-то требуем и берем и каждый год 7 и 7 7 то земля остановится нищие и когда ей нечего нам отдать да то есть она не может воспроизвести мы начинаем добавлять туда химикаты чтобы все равно знаете вот я хочу я это получу и вот здесь вот примерно такая энергия идет по пятерке педакли что мне это надо но мы смотрим на это надо через призму своих иллюзий то есть раз раз в жизни посмотреть по-другому не через призму своих убеждений а по другим углом задаться другими вопросами и возможно возможно здесь может быть такое что пятерка педакли говорит нам о кризисной ситуации либо какой-то утраты но дальше сама сами глифы на данном аркане указывают у женщины которая проходит мимо по сути своего решения да то есть зима холод боссы идут два человека и она смотрит себе под ноги то есть человек находится на низких вибрациях он не в состоянии увидеть решение то есть они проходят мимо решения окно до заведения куда они могут зайти и погреться но она не видит не замечает потому что смотрит себя под ноги то есть человек по сути удручен своим внутренним состоянием и на этом уровне он не сможет решить свою задачу то что я говорила об иллюзорности до своих убеждений то есть он по сути смотрят внутрь себя аркан отшельника тоже про это говорит человек смотрит внутрь себя и что он видит он видит опустошение он видит кризис он видит дефицит он видит все негативные энергии то есть снег под ногами до снег это замерзшая вода эмоции холодные то есть без эмоционально с человеками слышат себя человек не слышит свою душу не слышит свое состояние и поэтому он находится знаете вот как-то состояние растерянности что ли состояние непонимания того куда мне дальше идти и что мне дальше делать и поэтому то есть возможно если мы перейдем вот эту вот всю философию на более приземленный уровень это может быть так что у человека были к сложные этапы в жизни последнее время там есть на какие-то утраты деньги работа может быть с дороги то есть что-то что выбило человека из его комфортной жизни той которой он привык и человек не умеет решать задачу то есть либо на данный момент не знает как ее решить и вот это вот знаете состояние обескураженности да когда человек замирает но не знает как решить и вокруг себя в силу того что он находится в сложной какой-то трудной ситуации он вокруг себя все видят через призму черных очков а все что не происходит все в негативе все плохо все трагично я не могу найти решение и здесь получается на вопрос который мы задавали а действительно ли это ваше желание так здесь ответ по пятерке педакли не совсем ваша то есть вы сейчас даже не можете принять какое-то решение но любая любое решение которое вам будет предлагать будь то переезд будь то я не знаю манна небесная вы схватитесь за это потому что вам кажется что только это является решением задачи на данный момент то есть здесь как будто бы человек находится в каком-то мороке и не не отдает себе здравый отчет то есть он находится в состоянии некой такой знаете паники и страха когда мы чего-то боимся либо паникуем дата помимо того что мы не можем адекватно проанализировать ситуацию мы схватаемся за что попало за первую возможность которая подворачивается у нас под рукой и это как правило всегда ошибочное решение так смотрим дальше как вы себя будете ощущать на новом месте если вдруг все-таки решите переехать как вы будете себя ощущать но карты говорят о том что на данном этапе до что если вы переехать поскольку это новое начало до 2 туза аркан солнца говорят о новом начинании эти новые начинания они будут вас первично наполнять позитивными энергиями найти некое такое воодушевление до едем на новое место все будет хорошо я надеюсь я верю в это но при этом аркан солнца он говорит о детскости да то есть незрелом подходе но столкнетесь с тузом мечей столкнетесь таким состоянием когда вам нужно будет принимать какое-то серьезное решение либо по приезду на новое место жительства столкнетесь с какой-то информацией которая как-то знаете вас отрезвит то есть приземлит неожиданно что это за информация может быть ту же слов все тузы эта информация будет связана с новым начинанием что все сначала все с нуля и как мне быть и куда мне идти и что мне делать то есть некая такая состояние растерянности исходя из этого сразу могу сказать что если вдруг вы примете все-таки решение переехать заранее нужно будет продумать где вы будете жить где вы будете работать а там если есть дети где дети будут ходить в детский сад в школу чтобы это все было поблизости какой транспорт то есть нужно поехать подготовленным это не тот момент когда нужно найти спонтанно сорвались мы поедем туда потом на месте определимся это не про это то есть здесь чтобы не было вот этого состояния пошута пошуту до что не знаю а было пошли меня дали бы я как-то вот но глупо поступил вот нужно быть подготовленным так смотрим дальше смогу ли я более полно реализоваться на новом месте то есть невзирая даже на то что возможно это не ваше желание я не вижу негативных моментов по по поводу переезда вот когда вы туда приедете дальше не знаю не смотрела но вот как только момент сам переезда он не является негативными здесь смогу ли я более полно реализоваться на новом месте здесь будет зависеть во многом с одной стороны от семьи если допустим вы переезжаете там каким-то своим родственникам да потому что эрафант это помимо аркана истинные наставника да это еще и наше наследие то есть имеет некое такое отношение к семье здесь речь идет о том что возможно вам необходимо будет помощь вашей семьи в реализации да вот в контексте профессиональные сферы потому что что здесь подразумевается это будет некое такое новое начинание возможно если допустим вы предлагаете услуги и ваши услуги офлайн они онлайн да то вам нужны будут клиенты вас должны будут узнать то есть вам нужно кто-то должен либо наставник либо кто-то из родственников должен будет вас знакомить да либо с каким-то ну то есть вас кому-то порекомендовать о вас заявить то здесь нужны будут связи проще говоря вот для того чтобы устроиться на работу либо для того чтобы продавать свои услуги если вы работаете на себя потому что это будет абсолютно новое начинание ну так сможете ли вы реализоваться на новом месте все будет зависеть от того насколько вы владеете уровнем коммуникации насколько вы чувствуете уверенность в себе насколько вы решительны насколько у вас есть желание и готовность начать с нуля здесь нужно будет прикладывать много сил здесь нужно будет выстраивать связи знакомства как-то себе заявлять говорить то здесь очень много разговоров будет да здесь вы должны будете найти какой-то источник энергии которая будет вас постоянно подпитывать потому что королева жезлов она достаточно энергичный достаточно энергичный архетип то есть забирает очень много энергии на коммуникацию там на продаже на взаимодействие на встречи может быть надо будет ходить в разные места то здесь должно быть очень много огня очень много движения то есть не будет время на то чтобы допустим как там переживали эмоционировали расстраиваюсь то есть про это вы должны забыть да вы должны будете поставить себе какую-то определенную цель и говорит что вот я иду невзирая ни на что да потянули свои пояса и идем к цели в позитиве всегда в позитиве в принципе да но это будет зависеть от вас это тоже хорошо что вам для этого нужно до чтобы реализоваться во первых терпением терпение на достижение своих целей а во вторых вот то что я сказала да девятка кубков вам нужен будет необходим некий такой источник энергии которая будет вас подпитывать то есть либо там я не знаю работа которую вы выберете либо дело которое вы берете для себя параллельно с тем что вы будете вынуждены как будто бы отдавать другим людям нужно себя подпитывать то есть вы должны будете получать удовольствие от того чем вы занимаетесь то это то есть это не та работа когда вы работаете допустим на наемной работе и в кавычках да работаете из-под палки потому что так нужно потому что вам нужны деньги то есть вот это вот не будет работать вам должна работа это нравится это должно быть что-то новое либо это должно быть то что приведет вас к новым берегам то есть туда куда вы хотите прийти как некая такая перспектива что еще вам нужно будет вообще вам нужна будет помощь на самом деле то есть должен быть какой-то человек какой-то проводник который вас приведет в то в контексте профессиональной деятельности в то в ту точку куда вы хотите прийти то есть так будет проще так будет быстрее что вам еще нужно для этого сделать вам нужно будет расширять границы видите здесь не должно быть никаких страхов да по поводу того что я буду масштабироваться либо я буду взаимодействовать с другими людьми к примеру если здесь переезд будет за границу да не нужно будет как-то комплексовать по поводу того что я не знаю язык я не знаю нравов я не знаю культуры допустим той страны мне нужно будет общаться с иностранцами и вот этого слой то есть не нужно будет бояться сделать первый шаг есть нужно будет постоянно расширять свои границы выходить из зоны комфорта то есть новое место она будет заставлять вас выходить за пределы своих собственных возможностей вы это будете ощущать каждый день не только в профессиональной сфере допустим если вы не знаете язык вам придется при преодолевать языковой барьер если вы там не знаете плохо ориентируетесь на месте вам приход будет необходимо преодолевать вот эту вот адаптивность до к местности уметь ориентироваться на местности уметь понимать какой транспорт надо брать как то есть вот все время нужно будет преодолевать во всем не только в профессиональной сфере вообще своей жизни в бытовой в данном случае до каждодневные какие-то мелочи вам нужно будет постоянно их преодолевать то есть делать то к чему вы не привыкли то что вам не комфортно будет делать теперь посмотрим сможете ли вы реализоваться на старом месте то есть там где вы живете сейчас сможете ли вы реализоваться если вы перестанете переживать и волноваться по поводу того что нужно отпустить свой какой-то старый устой и двинуться вперед до в перспективы то да в принципе можете реализоваться то есть вам нужно понять здесь необходимо осознание что там где вы сейчас находитесь так как есть сейчас уже больше никогда не будет потому что это не привело вас к желаемому результату то есть вам нужно будет так или иначе произвести какие-то перемены то есть должно произойти очищение очищение на уровне ваших убеждения то есть понять разобраться почему я не двигаюсь дальше что меня здесь останавливают почему я не могу реализоваться возможно нужно будет там не знаю сменить работу например либо оставаясь на тоже на той же работе сменить место работы то то есть здесь вот то что было в прошлом она уже все она уже отжила себя и вам нужно будет двигаться дальше двигаться дальше куда вам двигаться вот видите даже на старом месте работы также у нас идет тройка кубков расширения до по справедливости то есть понимание того что я уже перерос здесь очень много показателей в этом раскладе того чтобы сами себя переросли начиная с самого начала когда мы говорили на уровне бессознательного да ну что есть вот это вот желание как-то расти дальше двигаться дальше хочется уже расширение хочется уже раскрытия себя то есть даже если вы не переедете останетесь на старом месте все равно там нужно будет проживать в те же моменты да тоже то же расширение что для этого нужно будет сделать на старом месте пересмотреть пересмотреть новые возможности новые шансы что за шансы как дальше двигаться до как дальше реализовывать свои желания то есть выйти из опять-таки до комфорт только в данном случае здесь комфорт эмоциональный вот то как вы привыкли когда вот вас все устраивает вас в принципе все удовлетворяет вот это нужно пересмотреть то есть вас уже не удовлетворяет у вас уже есть больше желания больше запросов больше амбиций и не надо этого бояться то есть не надо на себе экономить потому что здесь пришел этап развития расширения то есть запрашивать больше для того чтобы получать больше то есть вам нужно будет пересмотреть вот эту вот позицию потому что здесь такое чувство что ну вот привыкли до привыкли где-то здесь урежу здесь сэкономлю здесь может быть отложу в сторонку там на черный день на фиолетовый и так далее и как-то получится дали бы здесь вас возьму в долг там а там с получки как-то вот так вот это вот больше уже не должно быть да это уже но уже не актуально то есть здесь знаете вам нужно понять одну вещь неважно переедете вы или не переедете энергии в том поле в котором вы находитесь сейчас то есть на томком плане энергия уже изменилась и вот это вот новая энергия огненная она будет выжигать все то старое это как некий такой знаете луч солнечного света до через увеличительное стекло если направить на бумагу она начинает этот лучше начинает и сжигать бумагу бумага горит загорается вот здесь примерно то же самое пришли новая энергия вашем поле данный момент находится что так или иначе хотите вы не хотите перемены произойдут если вы будете сотрудничать с новыми энергиями то даже не переезжая на старом месте если пойдете в расширение если будете пробовать что-то новое но пробовать не не по-старому так как вы привыкли а здесь аркан повешено горит о том что вам нужно посмотреть по другим углом на те шансы которые у вас были возможно раньше вы смотрели на какое-то предложение говорили да там ничего хорошего нет а сейчас может быть стоит пересмотреть не в плане что там хорошего есть а почему это предлагается что я не вижу сейчас вот прям потому что и аркан мира и шут они тоже говорят про расширение нашего сознания наших границ то есть нужно будет посмотреть за пределы наших границ здесь об этом что еще нужно будет сделать слушать свою интуицию слушать свою интуицию и сделать выбор то есть определиться 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 но сложно здесь видите определиться до что аркан влюбленный говорит про выбор двойка жезлов тоже нам говорит про определенность аркан умеренности говорит о том что надо принять какие-то свои эмоции да как раскачивает вас на эмоциональных качелях и опять же таки у нас появляется четверка педакли то что мы держимся держимся за что-то что-то старое в данном случае старые какие-то наши устои и правило то как мы жили раньше то есть знаете мы сталкиваемся с тем что мы понимаем вот то во что я верила раньше она уже не работает вот она всыпется она рушится энергии выжигают это а вот мы как не знаю из последних каких-то своих сил до стараемся вот ухватить вот хотя бы вот одну медаль куда-либо хотя бы вот одну монетку удержать и чем больше вы хватаетесь тем тяжелее вам становится здесь нужно отпустить то есть то что что у вас забирают отпустите это вам нужно принять новые энергии перемены которые идут в вашей жизни вот аркан смерти тоже нам про это говорит вот видите аркан суда пошли все великие арканы показатель того что здесь идет уже и на дне аркан мага идет вмешательство свыше да то есть новые вибрации новые энергии в поле которые направлены на то чтобы завершить вот тот этап своей жизни который был ранее концу так говорит о перерождении просто так человек не перерождается он перерождается через глубокий анализ своей жизни да например там не знаю не очень приятный пример но понятный случилась какая-то авария да и человека вынуждена попал там я не знаю в реанимацию и постепенно постепенно выздоравливает и приходят в себя и вот он пока лежит на этой больничной койке он начинает пересматривать что вот не ценил жизнь там я не знаю любил очень скорость был неаккуратный был невнимательный кому-то там что-то не успел сказать о том что люблю о том что уважаю не успел кому-то что-то показать то есть человека происходит вот это вот внутренняя трансформация какие-то глубокие осознание через вспоминания прошлого того как было здесь это прошлое краски она уже отжила себя и человеку через вот эту вот глубину он понимает что так больше жить нельзя и у него сразу идут подсказки того а как нужно по-новому то есть если аркан смерти не дает то аркан вышел суда он говорит о том что после перерождения все будет по-другому и если слушать свою интуицию то горн вот это да он прозвучит и вы назов внутри вас назов вы пойдете здесь как правило это знаете такие ситуации по высшему суду по про старшему услугу выходит страшному суду а когда в профессиональной сфере как правило это люди задумаются о своем призвании что знаете вот раньше допустим я работал там на чужого дядю потому что нужно было семью кормить нужны были деньги а сейчас уже не могу сейчас изнутри что-то выворачивает и хочется уже что-то отдавать миру уже быть полезным то есть здесь уже более глобальные такие задачи встают перед человеком хочется уже выполнить свою задачу вот у каждого она своя и он это и слышит это чувствует изнутри то есть хочется уже сделать что-то и вот это вот хочется она идет из нашего бессознательно то есть опять таки мы не можем это нащупать мы не совсем понимаем что это но вот эти внутренние звоночки как некие такие импульсы они уже появляются здесь нужно много работы сделать потому что нет неоднократно выпадали здесь арканы говорящие о том что нужно погрузиться внутрь себя и услышать и услышать вот опять же таки услышать не в контексте голоса а чисто интуитивно понять что сейчас я хочу здесь нужно задавать очень глубокие вопросы по отношению к себе что хочет моя душа то есть это не работа пяти минут сел подумал и не одного дня то есть это может быть некий такой период благодаря которому человек взрослеет взрослеет на уровне сознания аркан смерти всегда показывает изменения на уровне сознания вообще аркан смерти в если мы говорим о магии это аркан инициации да когда есть некий наставник который берет своего ученика и проводят через ритуал инициации показывая тому что то каким ты был ранее сейчас уже не будет не будешь для того чтобы попасть вот все круги к тем знаниям которые ты хочешь получить то есть элементарно если мы возьмем например религию дата подстриг например потенциальных так скажем да учеников для того чтобы там войти вот в какой-то там религиозный чин не знаю я этим не сильно но либо когда люди говорят а вот ухожу в монастырь да и идет подстриг то есть отказываюсь от всего мирского то есть отказываюсь от того что было ранее для того чтобы получить то что я хочу то есть здесь об этом здесь очень глубокий глубокий расклад для тех кто слышит действительно и понимает информацию по крайней мере так как я стараюсь ее донести хотя все опять же таки субъективно и у меня нет никаких требований к тому что чтобы быть услышанной все равно каждый услышит то что ему необходимо сейчас на данном этапе информация будет распаковываться постепенно то есть даже неважно переедете вы или не переедете сейчас очень важный значимый и такой достаточно судьбоносный период будет вашей жизни где-то около месяца примерно где вы будете задумываться о тех вещах о которых ранее не задумывались вот такой у меня сегодня был для вас расклад благодарю всех за внимание жду вас на следующих раскладах всего вам самого наилучшего пока пока